Светлана Бавтунова и Наталья Гавриленко дружат уже 13 лет. И хотя бытует мнение, что дружеские отношения между женщинами всего лишь пакт о ненападении, Света и Наташа на своем примере доказывают. Настоящая девичья дружба встречается. Мы сидели за одной партой в школе, закончили техником также вместе. Сейчас будем искать работу и хотели попасть в один коллектив, чтобы тоже не расставаться. Друг другу переехали поближе, чтобы жить рядом. Одни называют дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью, другие пишут обширные труды на тему дружеских взаимоотношений, а некоторые считают самопонятие мифом. Так что же это все-таки такое? Дружба – это когда можно подойти к человеку, рассказать о своих бедах, он выслушает, поймет и поддержит всегда. Дружба – это самое такое святое, знаете. Это когда на человека можно настолько положиться, надеяться и знать, что он никогда не подведет, и последнее можно ему отдать. В современной психологии существует свое определение дружбы. Дружба, прежде всего, это взаимодействие человека с другими лицами, с помощью которых он удовлетворяет какие-то свои потребности и реализовывает свои мотивы. И если рассматривать дружбу с точки зрения психологии, то можно определить положительные результаты дружбы и отрицательные. Люди, у которых много друзей, более стрессоустойчивы, потому что в случае чего могут опереться на дружеское плечо. А вот одинокие чаще страдают от бессонницы, которая приводит все тот же стресс. Как отмечают специалисты, большинство россиян испытывают дефицит доверительных, откровенных отношений. А вот возможно ли дружеская связь между мужчиной и женщиной? Здесь психологи настроены весьма скептически. Дружба между мужчиной и женщиной существует, но она переходит в другой, такой вот, как бы плавно переходит в другой контекст. Это любовь. Если это дружба между мужчиной и женщиной деловая, есть такая дружба, то она остается на таких вот рамках деловых отношений. Дружбу воспевали во все времена. Вот и мы попросили славянцев посвятить серенаду своим друзьям. Дружба крепкая, не сломается, не расклеится, а дождей вьюг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. С песней весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, подпевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Ничего на свете лучше нету, чем друзьям вродить по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Говорят, умение дружить такой же далант, как и любой другой природный дар. Если у вас есть настоящие друзья, не забудьте поздравить их с праздником. Потому что Международный день друзей как раз и создан для того, чтобы независимо от жизненных трепетий мы напомнили друзьям о том, как они важны для нас. Алена Теплова, Дмитрий Пхальский, Евгений Корюк, Александр Тимовская. Программа События.